Всем привет, мои дорогие друзья, зрители моего канала. Я рад вас приветствовать на своём канале. Сегодня мы поговорим с вами про такую интересную компанию, как LEGO. И, конечно же, поговорим про наш отечественный конструктор, город мастеров. И сделаю небольшой такой обзор на LEGO мастеров, который я купил. Ну, мы посмотрим, да. И посмотрим вообще разницу между LEGO и между, конечно же, город мастеров. Я вот набор уже приготовил, он уже тут. Соответственно, LEGO, LEGO Group была создана достаточно давно, аж в 1932 году, 10 августа, в Дании. То есть, это датская компания, которая была создана в 1932 году. Достаточно интересная такая информация. Ну, давайте я поставлю немного камеру, чтобы вам было видно меня, чтобы я мог смотреть и на компьютер, соответственно, на ноутбук. Так вот, компания создана достаточно давно. В принципе, я считаю, это неплохо. Соответственно, мы поговорим и про наше российское отечественное LEGO сейчас, которое есть на данный момент. Вот, город мастеров. Хороший пример, и я его покажу. Ну, и скажу свои минусы, которые я считаю, как бы, недочетом компании, соответственно. И так вот. Так вот, на чем же я остановился, соответственно, в этом видео мы поговорим о LEGO, о LEGO, которое именно оригинальное, ну, как издание, да, про LEGO издание. И, соответственно, поговорим с вами про наше, с вами отечественное LEGO. И сравним, в чем разница Дании, ну, данского LEGO, да, издания LEGO Group. И, соответственно, города мастеров. В принципе, я думаю, что у каждого в детстве был конструктор LEGO, наверное, да, и кто-то играл в него. Соответственно, что же. В принципе, мы приступаем к более основной такой части видео. И потом, под конец ролика, я сделаю обзор на наш отечественный конструктор. Поехали. Ну, что же, LEGO сейчас достаточно много. Там, от различных супергеройских, да, LEGO. От разных вселенных, там, мультфильмов и каких-то компьютерных игр. Соответственно, вселенных сейчас очень много. И LEGO, в принципе, этим пользуются, там, супергеройские линейки, там, и так далее. Соответственно, Marvel и всякие прочие другие. Сейчас LEGO в России, в принципе, можно найти, но стоит оно очень дорого, в принципе. Именно LEGO, да, соответственно. Она достаточно дорого стоит. Она, в принципе, всегда, по-моему, стоила не из самых дешевых денег, скажем так. Так, соответственно, наборов немало. И можно сказать, что это выглядит все очень интересно. Ну, по крайней мере, мне эта тематика всегда была интересна. Ты собираешь что-то, и, в принципе, в этом плане ты развиваешься. То есть, ты можешь построить целый город из LEGO. Я когда-то был в LEGO Лэнде, но это совсем другая история. Был, скажем так, в LEGO Лэнде, и, может быть, когда-нибудь, если вам понравится это видео, я расскажу и эту историю. Про разные мультфильмы, да, тоже есть наборы LEGO. Соответственно, у нас в России тоже есть свой конструктор, да. Соответственно, это город мастеров. Соответственно, там уже своя тематика, более такая приближенная к нам. К России это какие-то интересные наборы. Ну, я обязательно вставлю наборы, которые есть у нас в России, по крайней мере, парочку, да. Соответственно, как бы есть по компьютерным играм, типа как Minecraft. Я думаю, что многие из вас знают, что это за игра компьютерная такая. Ну, соответственно, вот мы видим парочку примеров российского набора. Это полицейский вазик, да. Соответственно, с полицейскими. Какая-то мини-полицейский участок, да. Соответственно, действительно очень интересно. На самом деле, наборов куча. Есть и куча китайских аналогов LEGO, соответственно. И, в принципе, китайские аналоги, они тоже неплохие, на самом деле. Ну, и они дешевле, соответственно, как и наша российская LEGO по сравнению с LEGO, которые... По сравнению с LEGO Group. Ну, соответственно, тут мы тоже видим вазик, да, полицейский, да. Соответственно, который кого-то перевозит. Соответственно, есть различные темы у LEGO. И, соответственно, вот, например, пример китайского LEGO. И, как мы видим, там какой-то военный. Самое интересное, у компании LEGO вообще нет тем на, ну, LEGO на военную тематику. У них есть, типа, LEGO там про Звёздные войны и так далее. Соответственно, давайте сейчас я вернусь и мы продолжим с вами обсуждение. Ну, так вот, я купил себе набор, такой вот интересный. И тут сзади другие наборы. Вот, города мастеров, армия России. Но, в принципе, ничего интересного нет в коробке. Давайте посмотрим солдат. Вот он. Солдат, флаг России, звезда. Форма такая, ничего, такая форма. Соответственно, он должен сидеть за рулём этой машины. Но, почему он не за рулём, я вам покажу потом. Тут есть второй солдат. Вот он. Тоже с флагом, со звездой, с пистолетом. Соответственно, пистолет может стрелять. Вот штука. Чтобы стрелять. Деталь. Так вот. И давайте посмотрим на вот эту вот машинку. И на вот это, да. Колёса у неё не крутятся. Тут вот я положил пулья. У меня просто, ну вот, такой вот интересный вопрос. Почему у этой машины кабина не сделана из лего? Как нарисовано здесь, тут. Ну, вот реально, как на коробке. Почему нельзя посадить вот этого солдата за руль вот этой машины? Причина, в принципе, вот в этом. То, что он туда попросту не поместится. И у меня просто, как бы, такой вопрос. Я не говорю, что это плохо. Это, в принципе, нормально, да. То есть, как бы, для игры, то, что там солдаты, допустим, куда-то едут, там, везут коробки, ну, там, пули, они, там, охраняют что-то где-то, да. Вот. Вот, там, один сидит, там, второй стреляет, отстреливается от кого-то, да. Или просто достал оружие, чтобы быть наготове и защищать, там, свой блокпост, да. Допустим, машина просто где-то стоит, где лежат у них патроны, да. Куда они прибегают, собирают патроны, заряжают оружие. И, в принципе, если это рассматривать так, то, в принципе, это выглядит неплохо. Но, мне просто непонятно, почему тогда на коробке, да, сейчас я это все подвину, на коробке нарисована машина полностью из лего, да. То есть, там, стекла явно из лего стоят. Вот это стекло из лего, и там, рули есть, и туда можно посадить человека. Но, почему вот в этой реальной машине этого нет? Почему? То есть, как бы, машина-то выглядит неплохо. Я не скажу, что это плохо, это нормально. В принципе, лего, как лего, да, оно выглядит, в принципе, как какие-нибудь, там, лего-наборы, или, там, китайские наборы. То есть, в принципе, выглядит неплохо. Но, просто, вот, у меня такой вопрос. Почему еще у этой машины не крутятся колеса? Хотя, может быть, мне стоит приподнять, но они вообще не крутятся. Ни задние, ни передние, они вообще не крутятся. Может быть, я, конечно, что-то не так собрал, что, в принципе, вполне себе может быть. Но, как бы, вот и все. Вся машинка. В принципе, я не скажу, что это плохо. Это, в принципе, нормально. То есть, как бы, ребенку, чтобы поиграть, чтобы попредставлять, что он где-то, там, играет, там, за военных, да, там, они, там, охраняют что-то. Вот, например, один сидит в машине, да, просто, да, а другой просто где-то стоит, чтобы, ну, там, защищать блокпост, допустим, да. То, в принципе, для этого, в принципе, это все подходит. В принципе, вывод. Это, в принципе, хорошо. В это, в принципе, играть можно. То есть, купить ребенку за 700 рублей, в принципе, 700 рублей, это не такие уж и большие деньги на самом-то деле. Поэтому я могу сказать всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ну, что же, Лего сейчас достаточно много, там, от различных супергеройских, да, Лего, от разных вселенных, там, мультфильмов и каких-то компьютерных игр. Соответственно, вселенных сейчас очень много. И Лего, в принципе, этим пользуются, там, супергеройские линейки, там, и так далее. Соответственно, Марвел и всякие прочие другие. Сейчас с Лего в России, в принципе, можно найти, но стоит оно очень дорого, в принципе, именно Лего, да, соответственно. Она достаточно дорого стоит, а она, в принципе, всегда, по-моему, стоила не самых дешевых денег, скажем так. Соответственно, наборов немало. И можно сказать, что это выглядит всё очень интересно. Ну, по крайней мере, мне эта тематика всегда была интересна. Ты собираешь что-то, и, в принципе, в этом плане ты развиваешься. То есть, ты можешь построить целый город из Лего. Я когда-то был в Лего Лэнде, но это совсем другая история. Был, скажем так, в Лего Лэнде, и, может быть, когда-нибудь, если вам понравится это видео, я расскажу и эту историю. Про разные мультфильмы, да, тоже есть наборы Лего. Соответственно, у нас в России тоже есть свой конструктор, да, соответственно, это город мастеров. Соответственно, там уже своя тематика, более такая приближенная к нам, к России. Это какие-то интересные наборы. Ну, я обязательно вставлю наборы, которые есть у нас в России. И, по крайней мере, парочку, да. Соответственно, как бы есть по компьютерным играм, типа как Майнкрафт. Я думаю, что многие из вас знают, что это за игра компьютерная такая. Ну, соответственно, вот мы видим парочку примеров российского набора. Это полицейский вазик, да, соответственно, с полицейскими. Какая-то мини-полицейский участок, да. Соответственно, действительно очень интересная. На самом деле, наборов куча. Есть и куча китайских аналогов Лего, соответственно. И, в принципе, китайские аналоги, они тоже неплохие, на самом деле. Ну, и они дешевле, соответственно, как и наше российское Лего по сравнению с Лего, которые... По сравнению с Лего Групп. Ну, соответственно, тут мы тоже видим вазик, да, полицейский, да, соответственно, который кого-то перевозит. Вот, соответственно, есть различные темы у Лего. И, соответственно, вот, например, пример китайского Лего. И, как мы видим, там какой-то военный. Самое интересное, у компании Лего вообще нет тем на военную... Ну, Лего на военную тематику. У них есть типа Лего там про звёздные войны и так далее. Соответственно, давайте сейчас я вернусь и мы продолжим с вами обсуждение.